Римуру от первого лица Римуру от первого лица Римуру Диабло Спрашиваю я, обеспокоенный его странным выражением лица Извините, что беспокою вас, мой лорд, но могу я попросить вас об услуги Робко отвечает Диабло Может быть, я только что сказал, что мне скучно, но последнее, чего я хочу, это чрезвычайная ситуация Диабло может справиться почти со всем сам и гордиться этим фактом Если он просит моей помощи, это не может быть ничем, кроме катастрофы Да конечно Спрашиваю я, немного не решаясь узнать, какой беспорядок он мне принес Видите ли, недавно со мной связался мой старый друг У него недавно появился новый внук, и он хотел бы, чтобы я познакомился с ними Обычно я бы не оставил свой пост из-за такой мелочи, но он сделал неприятное заявление, что я чувствую необходимость обратиться Старый друг Ладно Думаю, я снова слишком много думал Кроме того, что, черт возьми, он имеет в виду подобретением внука Звучит довольно схематично, но поскольку это друг Диабло, конечно, он будет немного странным Учитель, вполне вероятно, что под «приобретенным» он подразумевает усыновленного точка Да, давайте так, хотя бы для моего спокойствия У Диабло иногда может быть странная манера помещать вещи Значит, ты хочешь моего разрешения уйти? Набравшись смелости, Диабло откашливается и говорит Да, Милард, но это только часть моей просьбы Он возмутительно заявил, что этот его внук, невероятно очарователен, и я не мог не воспринять это как оскорбление для вас, Милард Мой драгоценный лорд Римуру Я должен показать ему ошибочность его пути, и для этого я смиренно прошу вас сопровождать меня Диабло страстно умоляет, как будто от этого зависит его жизнь О господи, во что я ввязался? Это хуже, чем я думал Я рад, что Бенимору сейчас нет в комнате Я почти слышу, как он хихикает Он прав Никто не может превзойти вашу привлекательность, мастер А, да ладно, Сиэль Я взрослый и владыка демонов Восхитительные и милые не являются частью образа, который я здесь ищу Хе-хе-хе, но ты все равно очаровательна Решетка, и ты весь мой, решетка-звездочка подмигивает-звездочка Как бы то ни было, и я просто притворюсь, что не слышал последнюю часть ради собственного здравомыслия Звездочка озорно хихикает-звездочка В настоящее время я выгляжу как маленькая девочка, такая очаровательная, как можно было бы описать мою внешность, к моему отвращению Я мог бы довольно легко принять взрослую форму, но выглядеть примерно на 12 лет кажется проще для повседневной жизни Когда я выгляжу немного старше, я получаю нежелательное внимание от людей, которые не знают, кто я, что может раздражать Я действительно принимаю взрослую форму для официальных выступлений и тому подобного, в противном случае иностранные дипломаты и тому подобное не воспринимают меня всерьез То есть, по сути, Диабло хочет, похвастаться мной, перед своим другом Как унизительно Я не какая-то игрушка, чтобы брать с собой показывать и рассказывать Такое ощущение, что это будет очень похоже на то, как Шуна и другие женщины играют со мной в переодевание Обычно я бы сразу же отказался от такой неприятной просьбы, но Диабло редко просит меня о чем-либо, но так много для меня делает Думаю, я могу дать ему это один раз в качестве награды за его тяжелую работу Кроме того, мне любопытно, кого Диабло считает, старым другом Думаю, я могу пойти с тобой на этот раз, Диабло Ты это заслужил Говорю я, надеясь, что потом не пожалею об этом решении Большое спасибо, мой лорд Я не могу выразить, как я благодарен за то, что вы пожертвовали своим драгоценным временем ради такой вещи Восклицает он с выражением крайнего возбуждения на лице Блин, парень выглядит так, будто вот-вот расплачется от радости, расскажет о чрезмерном драматизме, хотя с Диабло этого и следовало ожидать Хорошо, сначала скажи мне, куда именно мы направляемся Это место под названием преисподнее, царство, населенное существами, которые являются ответвлением истинных демонов Они все еще называют себя демонами, но представляют собой другой вид существования, чем те, с которыми вы столкнулись Приняв постоянную физическую форму Они больше похожи на маджинов, чем на настоящих демонов, таких как я Очень интересно, я никогда не знал, что такое место существует Когда ты собираешься встретиться со своим старым другом Будет ли завтрашнее утро работать на вас, Милард? Я должен показать ему ваше непревзойденное совершенство, как только смогу Звездочка-вздох-звездочка, да, конечно Это работает для меня Встретимся завтра снова здесь, в моем офисе, пожалуйста-точка Говорю я немного неохотно Не то чтобы у меня сейчас не было ничего лучше Звездочка-звездочка-следующим утром-звездочка-звездочка Снова в своем кабинете я начинаю готовиться к путешествию с Диабло С тем же успехом можно было бы выложиться по полной Я думаю, уменьшаясь до пятилетнего ребенка или, по крайней мере, близкого к этому Я также переодеваюсь из своей одежды повелителя демонов во что-то более непринужденное Это даже меньше, чем первоначальный размер моей человеческой формы до того, как я боролся с бедствием орков Диабло недоуменно смотрит на меня Мой лорд, что вы? Я отрезал его Ты сказал, что тебе нужно очаровательное, не так ли? Ну, может, с таким же успехом идти до конца, верно? Я говорю со злой ухмылкой, которая, я уверена, раздражает в сочетании с моей нынешней внешностью Диабло приподнимает одну бровь, по-видимому, замечая, что что-то не так У меня есть еще одна причина такого изменения внешности Поскольку я собираюсь изо всех сил ради Диабло, я придумал, как немного развлечься по пути Даже после реинкарнации, создания собственной страны и превращения в повелителя демонов Слэш истинного дракона, я все еще иногда не могу удержаться, когда дело доходит до шуток с людьми Эта часть меня никогда не изменится Я планирую не только выглядеть как ребенок, но и вести себя как ребенок, точнее, избалованный ребенок, опозорив дорогого Диабло перед его другом Хе-хе-хе Не могу дождаться, когда увижу выражение его лица Хозяин, вы уверены, что это ваша маленькая шутка, хорошая идея Вы встретитесь с совершенно незнакомым человеком, глупое поведение может вызвать у вас проблемы, точка Давай, все будет хорошо Я просто немного развлекаюсь за счет Диабло Это немного грубо, но я уверен, что он справится Я чувствую, что Сиэль разочарованно качает головой Я отправляю Диабло на улицу, намереваясь встретиться с ним там через несколько минут перед отлетом из Темписта Мне еще нужно позаботиться о паре вещей, прежде чем я уйду, поэтому я говорю ему подождать меня Однако вскоре я слышу стук, кто-то стоит у моей двери Почувствовав ауру, я наполнился чувством страха, улыбка на моем лице перешла в выражение беспокойства Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Это для вашего же блага, мастер точка. Я знал это. Что, черт возьми, мне теперь делать? Я облажался. Вы заходи, говорю я немного застенчиво. Мне удается изобразить на лице фальшивую улыбку, пытаясь скрыть свои опасения. Дверь открывается, стоит молодая женщина с пудрово-розовыми волосами и двумя тонкими белыми рожками, торчащими изо лба. Шуна, и на ее красивом лице это улыбка. Улыбка, которую я, к сожалению, хорошо знаю, та, которая выглядит милой на поверхности, но под ней скрывается зловещий вид, который вселяет страх в мою душу. Господин Римору, до меня дошло, что вы планируете встретиться с кем-то в чужой стране. Почему меня не проинформировали об этом? Для таких вещей должны быть приняты надлежащие меры. Я это всего лишь небольшая поездка, чтобы встретиться с одним из старых друзей Диабло. Ничего особенного, поэтому я не счел нужным рассказывать вам об этом. Я отчаянно пытаюсь оправдаться. Каждый раз, когда правитель нации покидает свою страну, это вызывает беспокойство. Вы уже должны это знать, господин Римору. Вы уверены, что у вас нет другой причины не сообщить мне об этом. Она наклоняется вперед, приблизив свое лицо в нескольких дюймах от моего, та же жуткая улыбка все еще играет на ее губах, ее розовые глаза смотрят прямо в мои золотые. Давление за этим взглядом сильное, даже для меня. Я, может, планировал немного, м, развлечься, пока был там. Говорю я, выдавливая из себя милую, невинную улыбку. Я должен использовать эту привлекательность в своих интересах. Как я и подозревал. Отрезала она. Ты снова затеял одну из своих незрелых схем. Разве ты не понимаешь, что глупые поступки плохо сказываются на тебе и твоей стране? Она неодобрительно качает головой, скрестив руки на груди. Да, я понимаю, точка. Говорю я, глядя на свои, крошечные, ножки, чувствуя себя побежденным. Несмотря на то, что она моя подчиненная, она поучает меня, как ребенка. Наверное, сейчас я выгляжу как одна из них, но это не относится к делу, точка. Учитывая, что она мой советник по, королевскому этикету, я думаю, это имеет смысл. Пока ты обещаешь не ставить себя в неловкое положение на этой встрече, я обещаю не говорить Шион, что ты уезжаешь в отпуск без нее. Я буду вести себя прилично, обещаю. Я поддаюсь ее шантажу. Последнее, что мне нужно, это Шион, умоляющая пойти со мной. Нам не нужно повторять тот случай, когда я взял ее с собой в Дворгон только для того, чтобы она потеряла сознание пьяной перед их королем, Газелем Дворга. С годами Шион стала намного более зрелой, но для такой личной встречи, как эта, появление лишних людей обычно создает проблемы. В таком случае, наслаждайтесь своим маленьким путешествием, Миллард. Она клоняется, прежде чем выйти из комнаты, уверенная, что ее сообщение дошло до всех. Фу. Я думал, что я там погиб, это было грязно с твоей стороны, Сиэль. Нечего сказать в свою защиту, да. Ну, что угодно. Думаю, это не имеет значения, так как по большей части я сорвался с крючка. Используя пространственное перемещение, я телепортируюсь к Диабло, который терпеливо ждет меня снаружи. Диабло, пойдем, пока я еще не встретил, непрошенных гостей. Он смотрит на меня немного озадаченно, но затем кивает, прежде чем представить в воображении искусно выглядящие ворота, ведущие в нижний мир, в котором живет его старый друг. Интересно, что это за место этот, мир преисподней, звучит опасно. Не то чтобы мне было о чем беспокоиться, когда дело доходит до опасных вещей. Я думаю про себя, когда шагаю через ворота в неизвестность, следуя за Диабло. Римуру от первого лица. Как только мы прошли через транспортные ворота, я увидел гигантский особняк. Архитектура у него, странная, мягко говоря. Не то, чтобы все это имело значение. Прямо перед нами были большие двери, в которые Диабло начал стучать. Через несколько минут ожидания нас встретил у дверей дворецкий. Он стоик, на его лице мало выражения. У него рыжие волосы и что это? Кошачьи уши. Тоже хвост. Как странно. Я думал, что эти существа будут очень похожи на демонов, которых я знаю дома, но время, проведенное по рознь, должно быть, вызвало много различий. Сиэль, проанализируй этого мальчика-кота, пожалуйста. Этот индивидуум обладает силой и магическими способностями, эквивалентными высшему демону. Такой довольно сильный, но далеко не уровень моих главных подчиненных, верно? Правильный точка. Добро пожаловать, сэр Нуар. Лорд Салливан ждал вас. Говорит дворецкий, выйдя на улицу. Затем он заметил, что я стою рядом с Диабло, глядя на меня сверху вниз с мягким взглядом, все еще почти ничего не выражающим. Он выглядит так, будто хочет взерошить мне волосы или что-то в этом роде. А, черт возьми. Я забыл изменить свой размер обратно перед отъездом. Это раздражает, но я думаю, что пока мне придется смириться с этим, даже если это немного неловко. Если я вдруг поменяю размер на глазах у незнакомцев, они могут взбаситься. Увидев, как я вытягиваю шею, чтобы посмотреть ему в глаза, он становится на колени, чтобы опуститься на мой уровень. Могу я спросить, кто этот ребенок, которого вы привели с собой? Спрашивает он с ярким взглядом в глазах. Он выглядит почти взволнованным, может быть, он любит детей. Как только мы на мгновение оказываемся лицом к лицу, выражение его лица меняется. Я вижу, как его глаза немного вылезают из орбит, а по лицу стекает капля пота. Любая теплота в его выражении теперь исчезла. Это, страх. Нет, не может быть. Я выгляжу как милый маленький ребенок прямо сейчас. Сиэль, я полностью скрывал свою ауру, верно? Никакой утечки я не почувствовал. Я могу подтвердить, что вы не выпустили никакой ауры. Тогда что случилось с его изменением в поведении? Кажется, он очень взволнован. У некоторых существ обостряются инстинкты, когда дело доходит до опасности. Даже если вы кажетесь безобидным во всех смыслах, его инстинкты могут сообщать ему о вашей истинной силе и опасности, которую она представляет. Думаю, это имеет смысл. Хотя интересно, что его подтолкнуло. Здравствуйте еще раз, опера. Я бы предпочел, чтобы вы называли меня Диабло, имя, данное мне моим славным учителем. Великий Повелитель Демонов Римуру Темпест. Торжественно провозглашает Диабло, ярко указывая на мое маленькое тело, словно показывает приз на игровом шоу. На его лице расплывается самодовольная ухмылка. Несмотря на грандиозные жесты Диабло и громкое объявление моего имени и титула, опера, кажется, не обращает на него внимания, его глаза по-прежнему не отрываются от моих. Он даже не моргает. Меня начинает немного пугать, лучше разрядить обстановку веселым приветствием. Привет, опера. Я Римуру Темпест, но ты можешь звать меня просто Римуру. Как уже сказал Диабло, я Повелитель Демонов там, откуда я родом. Приятно познакомиться. Я улыбаюсь самой дружелюбной улыбкой и протягиваю ему свою маленькую ручку для пожатия. Он продолжает пристально смотреть на меня, слегка приоткрыв рот, словно очарованный, даже не замечая, как я протягиваю к нему руку. Устав от этой ерунды, я решил позволить небольшой части моей ауры просочиться на мгновение, чтобы вывести его из транса. Может быть, это и не самый приятный поступок, но у меня больше не осталось терпения на этот его глупый конкурс в гляделке. Он быстро отпрыгивает назад, чтобы увеличить дистанцию между нами, спотыкаясь и чуть не падая назад. Ой, может, я слишком много выплеснула. После попытки восстановить самообладание он осторожно подходит ко мне и протягивает руку, чтобы пожать мне руку. Эн приятно познакомиться, Эрри Мору, говорит опера, избегая зрительного контакта. Я еще раз невинно улыбаюсь, чтобы снять напряжение, но он все еще кажется напуганным, даже не смотрит мне в лицо. Однако, как и любой хороший дворецкий, он по-прежнему выполняет свою работу. Опера готовится провести нас в особняк, где мы встретимся с Салливаном, старым другом Диабло. Эрри Мору мало что знал, Сиэль только что провел небольшой эксперимент над бедным дворецким без его ведома. Операпов. Я слышу стук в дверь. Лорд Салливан ждет одного из своих старых приятелей, черного первозданного Нуара. Когда я открываю дверь, меня встречает мой старый знакомый. Добро пожаловать, сэр Нуар. Лорд Салливан ждал вас. Я вежливо приветствую гостя моего господа. Я смотрю вниз рядом с Нуаром и вижу маленького ребенка с блестящими серебристо-голубыми волосами и большими блестящими золотыми глазами, сопровождающего его. Этот милый малыш не выглядел старше пяти лет. Хотя я никогда не признаюсь в этом вслух, у меня есть большая слабость к детям. Видя, как она вытягивает шею, чтобы посмотреть мне в лицо, я подхожу к маленькой девочке и опускаюсь на колени до ее уровня. Могу я спросить, кто этот ребенок, которого вы привели с собой? Спрашиваю я, глядя на маленького ребенка передо мной. Она мило улыбается мне, когда мы встречаемся взглядами. Ее взгляд кажется странным, острым и рассчитливым, как будто он просматривает каждый дюйм меня, вплоть до моей души. Это не похоже на взгляд такого маленького ребенка. Но эти глаза, у нее такие, красивые глаза, я не могу не, смотреть на них. Ее золотые радужки, сверкающие так же ярко, как солнце, ее зрачки, глубокие и черные, как бездна, пустота, бесконечная пустота, в которую я падаю, нет, меня засасывает. Внезапно я чувствую приступ ужаса. Страх на уровне, которого я никогда раньше не чувствовал. Мои инстинкты кричат мне, чтобы я убегала, но я не могу вырваться из черной дыры, которой являются глаза этого маленького ребенка. Мир вокруг меня потерял цвет, все стало серым и темным, кроме золотого блеска этих глаз. Ничто другое не кажется реальным. Я слышу слабый шипот голоса вдалеке, едва в состоянии расслышать его из-за звона в ушах. Атоупе. Я хочу, чтобы ты называл как Диабло, на Эммнеюс Мач. Гремон Муру Темэстэ. Внезапно ребенок заговорил, ее сладкий голос, казалось, исходил отовсюду вокруг меня, поглощая меня своим присутствием. Здравствуй, опера. Я Римуру Темпест, но ты можешь звать меня просто Римуру. Как сказал Диабло, я повелитель демонов там, откуда я родом. Приятно познакомиться. Аллорд Демон. Этот маленький ребенок, Владыка Демонов. Они на том же уровне, что и Король Демонов. Продолжая бороться с сильным притяжением этих глаз, я начинаю бояться, что никогда не вырвусь из их ледяной хватки. Внезапно я чувствую, как волна огромной силой ударила меня. Невероятная магическая сила, исходящая от девушки, поразила меня в упор. Я спотыкаюсь, наконец, вырвавшись из объятий пустоты, дремлющей в глазах этого ребенка. Звездочка вздрагивает звездочка. Какая она в преисподней. Я думал, что Лорд Салливан был существом огромной силы, но по сравнению с этим крошечным ребенком он кажется ничем. Я никогда не знал, что существо на этом уровне вообще может существовать. Она какое-то божество. Все еще в ужасе от маленькой фигуры, стоящей передо мной, я набираюсь смелости, чтобы выполнить свою работу и поприветствовать ее должным образом. Н. Приятно познакомиться, Эрри Мору, говорю я, пожимая мягкую крошечную руку юной повелительницы демонов, стараясь больше никогда не смотреть в ее ужасающие, но прекрасные золотые глаза. Ребенок невинно улыбается мне, вероятно, пытаясь снова вовлечь меня, прежде чем я начинаю провожать двух посетителей в особняк Лорда Салливана. Что за ужасная сущность, притягивает вас к себе своим невинным видом только для того, чтобы засосать без малейшей жалости. Диабло от первого лица. Как и ожидалось от Лорда Ри Мору. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы испытать удивительную новую силу. Я с трепетом наблюдаю, как мой хозяин гипнотизирует Оперы, слуги Лорда Салливана, и теперь понимаю, почему он принял свой нынешний облик. Опера потерял бдительность из-за молодой формы Милорда, оставив его открытым для манипуляций. Я знал, что вы что-то замышляете, Милорд. Я в восторге от того, что стал свидетелем рождения великолепной новой техники. Из вежливости по отношению к нашему хозяину мой хозяин ослабил свою власть над Оперой, выпустив часть своей чудесной ауры. Как внимательно с его стороны. Я должен спросить его об этой новой технике позже. Салливан от первого лица. Интересно, когда приедет Нуар. Он никогда не был самым пунктуальным демоном, всегда делал все, что хотел. Я теряюсь в мыслях в предвкушении новой встречи со своим старым другом. Пока я делаю глоток чая, на меня внезапно обрушивается мощная волна магии, такой силы, какой я никогда раньше не испытывал за многие годы своей жизни. Но также внезапно, как появилась, так и исчезла. Беспокаясь о безопасности моего драгоценного внука Ирумы, я направляюсь к источнику магии, чтобы исследовать его. Будучи одним из самых могущественных и влиятельных демонов в Нижнем мире, очень мало вещей представляют для меня угрозу, так что я не слишком обеспокоен. Несмотря на эту уверенность, я чувствую, что эта сила далеко затмила мою собственную. Когда я приближаюсь к парадной двери своего особняка, она внезапно открывается, прерывая мои мысли о странной магии, возникшей минуту назад. По другую сторону дверного проима я вижу два знакомых лица. Один принадлежит моему верному слуге опере, выглядевшему немного менее собранным, чем обычно, другой принадлежит моему старому другу Нуару. Я почти не заметил третьего лица, смотревшего на меня, маленького ребенка с серебристо-голубыми волосами и золотыми глазами, стоящего рядом с Нуаром. Ее взгляд кажется мне странным, и немного тревожным. Внезапно ко мне подбежала опера и что-то отчаянно прошептала мне на ухо. Решетка Лорд Салливан. Что бы вы ни делали, не смотрите прямо в глаза этой девушки. Она опасна, решетка. Решетка я думаю, что вы слишком остро реагируете на опера, я не чувствую никакой опасности от этого ребенка решетка. Этот ребенок напугал опера. Это безумие, опера никогда не пугается. Я не чувствую никакой магической силы, исходящей от молодой девушки, поэтому не понимаю, чем она может быть опасна. Особенно такому, как я. Глядя на ребенка, я говорю. Здравствуйте, молодой человек, меня зовут Салливан, а как вас? Я протягиваю руку ребенку, намереваясь пожать ее маленькую ручку. Не обращая внимания на странное предупреждение оперы, я смотрю ей в глаза, приветствуя ее, не чувствуя при этом ничего странного. Думаю, опера ошиблась. Привет, Салливан, меня зовут Римуру. Приятно познакомиться. Девушка улыбается, приветствуя меня. Какие хорошие манеры для ребенка ее возраста, ее родители должны гордиться. Решетка этот ребенок, источник огромной волны магии, произошедшей мгновение назад. Она хорошо скрывает это, но необычайно сильно. Она также утверждает, что является повелителем демонов. Решетка опера предупреждает меня приглушенным, но безумным тоном. Этот ребенок, Владыка демонов. Серьезно. Невозможно. Я знаю, на что похожи повелители демонов, откуда родом Нуар, и я не могу понять, что эта маленькая девочка, одна из них. Я отбрасываю эти мысли, чтобы поприветствовать своего старого друга. Добро пожаловать, Нуар, давно не виделись, мой друг. Да, приветствую вас, Салливан, это было слишком давно. С тех пор, как вы виделись в последний раз, мой учитель подарил мне имя. Я был бы очень признателен, если бы вы теперь называли меня Диабло. Кто-то назвал имя одного из первобытных. Я едва мог поверить своим ушам. Кто этот твой хозяин, Диабло? Я хотел бы с ними познакомиться. Мой хозяин стоит прямо перед тобой, Салливан. Этот, молодой, великий лорд демонов Римуру Темпест, правитель федерации Юра Темпест. Мой чудесный лорд и мастер. Диабло объявляет с большим энтузиазмом. Я снова гляжу на симпатичную малявку, стоящую у моих ног, все еще мило улыбающуюся мне с выражением крайнего недоумения. Римуру от первого лица. М, да, это я. Мое полное имя Римуру Темпест, и я повелитель демонов. Хотя я не очень люблю формальности, так что не стесняйтесь называть меня просто Римуру, хорошо? Извините за это. Я обещаю, что это больше не повторится. Говорю я с несколько неловкой улыбкой на лице. Ой дерьмо. Теперь я чувствую себя виноватой. Я до чертиков напугал этого бедного милы днова, даже с рожками, торчащими из головы, я к таким вещам привык, дедушку. Рот у него пока открыт, боюсь челюсть отвалится. Почему подобные вещи происходят каждый раз, когда я знакомлюсь с новыми людьми? Я даже пообещал Шуне, что не доставлю проблем и в этой поездке. Большинство людей не может понять, насколько вы удивительны, мастер. Спасибо за комплимент, но это не поможет мне исправить это затруднительное положение. Помоги мне, сил. Смените тему, попросив о встрече с его внуком. Это одна из причин, по которой мы пришли сюда, да. Думаю, это может сработать. Эй, эм. Салливан. Я слышал, что у тебя родился новый внук, могу я с ним познакомиться? Спрашиваю я, изо всех сил пытаясь игнорировать напряженное настроение в комнате. Зияющее выражение лица Салливана внезапно меняется на выражение чистого возбуждения. Хочешь познакомиться с моей драгоценной маленькой Ирумаааа? Э, да, пожалуйста. Говорю я высоким тоном, немного испугавшись того, как быстро изменилось его настроение. Я вижу оперу в стороне, закрывающего лицо, как будто он смущен вспышкой Салливана. Салливан кричит вверх по лестнице, зовя этого парня из Ирумы, которым он, кажется, так увлечен. Через минуту или две человеческий мальчик начинает спускаться по лестнице. Его волосы и глаза королевского синего цвета, ему около 14 или 15 лет. На его добром лице читалась тревога. Наверное, нервничает при встрече с незнакомцами. На самом деле, если быть точнее, он нервничает по поводу всего вокруг, постоянно оглядываясь, как будто не чувствует себя в этом месте в полной безопасности. Теперь, когда я думаю об этом, почему в царстве демонов есть человек? Как он вообще сюда попал? Ирума, пожалуйста, представь этим людям, говорит Салливан с гордой улыбкой. Сначала он подходит к Диабло, п-привет. Меня, ГМ, зовут Ирума Сузуки. Н. Приятно познакомиться. Говорит он с нервной улыбкой. Здравствуйте, Ирума Сузуки, меня зовут Диабло. Я старый друг вашего дедушки. Приятно познакомиться. Подожди секунду. Его имя звучит по-японски. Он такой же инопланетянин, как я. Здесь такое вообще возможно. Эта поездка может быть немного интереснее, чем я ожидал. Продолжение следует...